здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос от дениса много тружусь и на работе над собой однако заметил что чем более выносливым становлюсь тем и строже к другим что приводит к непониманиями даже конфликтам помысл говорит оставить подобное подвижничество и больше себе позволять чтобы лучше понимать других но не кроется ли здесь ловушка есть такая опасность духовной жизни каждого христианина который пытается строгости жить исполнять все заповеди заповеди конечно предполагается как правило внешние пост постоянно молитва посещение богослужений даже глубже опуститься поддержание языка не материшься не осуждаешь не прознасловишь ограничиваешь себя в каких-то увеселениях ты живешь так трезвенно в нем стараешься внимать внутреннему человеку чувствуешь как-то все таки неплохо получается как это здорово быть свободным от греха человека человеком а смотришь на окружающих они как жили таки живут и как бы похуже живут возникает мысль господи спасибо что я не такой как этот мытарь ты думаешь да нет нет это же как где-то я уже слышал эту фразу где-то я услышал а да там посудил господь такого человека так значит осуждать мытаря нельзя что надо сделать а надо мытаря подтянуть на свой уровень вот мытаря жену мытаря сына мытаря дочь может даже своих собственных родителей уж тем более подчиненных ух и если начальник требует от подчиненных высокопроизводительность это нормально но если при этом требует еще и высокой духовной нравственной жизни на свалите на свою ли ты территорию зашел в твоей рекомпетенции им об этом говорить и к этому призывать когда дружественные отношения могу еще понять хотя если между начальником подчиненными дружественные отношения то компания на грани краха и распада к сожалению как только начальник дает слабинку подчиненные садятся на голову другая история вернусь к этому желанию чтобы все были вокруг тебя праведниками чтобы не было человека которого бы ты осуждал как этого мытаря бьющийся о грудь и говорящий господи буди милостью в меня грешному а ты и постишься дважды в неделю десятину даешь даже того даже десятину чего не надо отдавать от мяты и они сам действительно там не было в ветхом завете такой необходимости тоже некоторые сверх должные поступки другой стороны нас помыслы бьют в другом направлении чтобы не возноситься чтобы не быть духовным душнилой для окружающих может перестать к себе относиться строго куда ни кинь всюду клин нас бьют бьет дракона и с одной стороны своим хвостиком из другой жить надо строго по отношению к себе иметь терпение любовь снисхождение другим и видя окружающий видя что ты строг к себе исполняешь заповеди божии ты ходишь пред богом и при этом в сердце огромная любовь снисхождение к окружающим тоже потянутся к богу видя что ты становясь ближе к богу становишься к раздражительной мрачнее ты перестал бы душой компании перестал бы хорошим собеседником ты везде съешь свой нос и говоришь здесь неправильно тут неправильно здесь не так ворчишь и ноешь ты даже взгляд у тебя поменялся стал стал сухим пнем богу ближе но пнем и где же здесь миссия где здесь исполнение заповеди христовой что потому узнают что вы мои ученики поскольку любовь будете иметь между собою между вами пропасть которую вы сами выкопали поэтому стяжите дух мирен стяжите дух любви снисхождение к людям и будьте к ним милостивы так как господь милостив к вам нам друзья мы еще расти и как бесконечному богу любви снисхождение помните что мы будем судиться им не по справедливости а по милосердию и суд без милости не оказавшему милости говорит эта книга будьте милостивы к тем кто живет не так строго как вы помните что принудить к вере принудить к любви к исполнению заповеди невозможно должна быть отличная встреча со христом покажите им бога в своем сердце который есть любовь они которые есть римский надсмотрщик и надзиратель над рабами вот здесь золотая середина внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и